В жаркие дни на пляже города яблоку негде упасть. Людей столько, что уследить за каждым сложно даже спасателем. Они активно мониторят ситуацию из суши и с воды. И это в разрешенных местах. В поиске экстрима и других впечатлений немало и тех, кто отправляется на водоемы, не прошедшие проверку и не имеющие специальных условий для купания. Здесь, как правило, и случаются трагедии. В первую очередь, конечно, мы называем такую причину по гибели несовершеннолетних. Это беспечное отношение взрослых, которые приходят с детками и оставляют их в воде без присмотра. Это главная и основная причина. На данный момент у нас сейчас уже есть гибели трех несовершеннолетних. И во всех этих случаях халатность взрослых родителей оказалась причиной утопления этих деток. Вторая причина – это, конечно же, алкогольное опьянение. По этой причине у нас по области 50% идет, которые пострадали именно из-за того, что находились в алкогольном опьянении. Это было либо падение в воду, либо купание, плавание, либо на спор переплыть, как обычно бывает в пьяной браваде, друг перед другом хвалится. Да, история знает о счастливые случаи спасения, когда рядом оказываются люди, готовые взять на себя смелость и попытаться спасти того, кто тонет. В тот злополучный день Станислав Даниленко с подругой приехали на озеро с отельмами на пикник. Расположившись у водоема, развернув бутерброды, ребята обратили внимание на то, что отдыхавшая рядом компания активно звала одного из товарищей. Тот не откликался. И тут Стас понял – случилось неладное. Сразу же подключились другие люди, то есть прибежали товарищи этого парня, и мы все вместе занимались поисками, в результате чего его через некоторое время нашли. Парня видно не было, он был все это время под водой. Но нам удалось через некоторый промежуток времени, как мне показалось, достаточно существенно его найти. На берегу пострадавшим оказали первую медицинскую помощь. К моменту прибытия медиков парень пришел в сознание. Как оказалось, плавать он не умел. Были среди присутствующих на берегу специалисты, которые помогли организовать оказание первой помощи, и мы все вместе оказывали первую помощь потерпевшему. У меня навыков практически не было. Были специалисты, я так понимаю, ребята из медицинского колледжа, и они это дело организовывали. Ну, а я в университете, как и все, наверное, в университете имени Пушкина, нам давали представление о оказании первой помощи. И, в принципе, какие-то такие поверхностные навыки сохранились из школ и университета. Жаркая погода пока не сменяется прохладой, поэтому представители всех служб призывают горожан быть более бдительными и осторожными во время отдыха. Особое внимание стоит уделить детям. Их жажда к открытию нового безразительского контроля может стоить здоровье и жизни. Не менее опасно и ныряние на водоемах. По статистике медиков, каждый третий неудачный прыжок смертельный. Помните, ваши жизни и здоровье в ваших руках.